Всем добрый вечер или доброе утро, смотря когда вы смотрите это видео. Сегодня я хочу поделиться с вами своей историей, как я уехала в Киев и когда это произошло. Сразу после окончания школы я уехала в Киев, но я уехала даже немножко раньше, за неделю до выпускного. Я уехала к сестре, которая меня, так сказать, забрала. Я поскандалила с мамой и я уехала за неделю, уже у нас занятий, по-моему, не было. Через неделю я приехала, сходила на выпускной сама, никто со мной не ходил. Естественно, мама у меня обидчивая. И потом я снова уехала и работала. Ну, в принципе, всё. Очень коротко. Коротко и ясно. Ну, а теперь подробности. Почему мы поругались с мамой? Мама моя трудяка. Ну, она такая очень работящий человек. И она не верит в чудеса. И кроме своего ручного труда она не представляет другого. Ну, и вообще не представляет как бы жизни. Ну, её так жизнь научила. И у нас были огороды всегда, очень много. Мама сама на них работала. И, естественно, хотела, чтобы я там работала. Так как сестра уехала в Киев раньше, на 4 года, в 18 лет. И осталась я и мама держала. Ну, мы с мамой держали хозяйство, корова была и огороды. Я просила неоднократно маму сдать корову, продать корову. Не сдать на мясо, продать её. Она молочная, в принципе, нормальная. Потому что мне было лично тяжело и мне надоело вот это вот бегание за этим животным. И добрую половину обязанностей по уходу за животными, естественно, брала на себя я. Потому что мама не могла, она на работу ходила. И надо было выгнать стадо, подоиться, забрать её со стада. Помню, даже сколько я побегала. Когда-то наша эта корова была беременна, она осенью. Она просто не пришла с стадом. И я вызвонила маму с работы. И мы долго её искали, эту скотину. Она себе залезла куда-то в сад какой-то колхозный. Там яблоки, там вкусняшки. Она наелась этого всего. И спокойно себе спала. Куда может пойти беременная женщина или корова? Конечно, там, где есть вкусняшки. Мама у меня, конечно. У мамы нервная система очень разбитая. Так как она работала всю жизнь в доме престарелых. А, проще говоря, психушки. Потому что там было... Ну, и есть сейчас много людей. И умственно отсталок. И просто по старости с маразмом. То есть все, кого уже нигде не ждали, как говорится, все были туда сплавлены. Там были, правда, и инвалиды, которых просто поскручивало ум нормальный. Но таких было меньше. В основном были больные люди. Поэтому нервная система у мамы всегда была расшатанная. И она всегда... Часто у нее брали психозы, нервозы. И она, конечно же, на кого сгоняла зло? Естественно, на мне. Ну, так как я рядом была. И мама у меня тогда, конечно... Так запоминаются плохие моменты. А хорошие моменты почему-то не так запоминаются. Ну, это, наверное, так заведено. В общем, получила я тренделе за то, что корову забрела в сад. Ну, в общем, я просила маму продать эту корову, потому что нам она, в принципе, не надо было. Завели мы ее... Когда мама познакомилась с отчимом и стала жить с отчимом, но он потом забухал, просто начал синячить, и она его выгнала. Так как дом маме, то она его и выгнала. И получают... Ну, мы держали ее, маме жалко было отдавать. Хотя молоко мы раздавали. Мама моя такая щедрая душа, она, ну, не жалеет никогда на молоко все время тому-то и тому. Там немножко я продавала, ну, это копейки. И она стоила копейки. Ну, в общем, маме не хотелось ее продавать. Но когда я уехала в один прекрасный день, мы поругались. А как поругались? Я ходила там в центр молодежи какой-то был. Ну, у нас социальная община там есть, такие социальные работники. И, в общем, от этого центра меня там приглашали куда-то какой-то... Ну, в общем, просто собирались инвалиды там, молодежь. И общались там, пили чай. И я собиралась туда пойти там раз в неделю или... Я уже не помню, как оно было. Мама мне сказала, ты никуда не пойдешь. На огород. Ну, то есть у мамы моей, ей бы где-то в гестапо работать. Отлично было бы. Ну, вот, приказы отдавать там, вот такое. Да нет, я говорю, конечно, я пойду. Ну, в итоге, она, если пойдешь, так можешь не возвращаться. Ну, я бы сказала, хорошо. И собралась, взяла что-то там с вещей и решила, ну, в обиде уезжать. Это такая история, я сейчас вам ее расскажу. Интересная история. Вот я ее только что вспомнила, потому что она уже у меня в памяти замылила, забылась. А сейчас она мне вспомнилась. И я в этот день пошла искать деньги. У меня не было же денег. У меня был билет стоил, сейчас вам скажу, это купить отца и не жить. Десять гривен стоил билет до Киева к сестре. Ну, я собралась, куда ехать? К сестре, конечно же. Дорогу я знала примерно, потому что я была там, наверное, раз у нее. И я вот хорошо дорогу запоминаю. Я хорошо ориентируюсь в любом городе. Я тебя чувствую как в доме, не знаю. Я, наверное, дитя городов и вокзалов. Я ориентируюсь, я плохо вижу, но я всегда иду, ткутут, фу, по дереву постучу. И, короче, я ориентируюсь хорошо. Ну, в общем, я не сомневалась, что я дорогу найду. Но, скорее всего, это мой ангел-хранитель меня просто ввел так, как надо. И я пошла искать деньги. У меня было, наверное, пять рублей, которых я наторговала, продавая молоко. Потому что я была продавец. И, короче, мне надо было еще. Но на то время это было так нехило. Но мне негде их было взять. Я пошла спрашивать. У всех, кого я знала, пошла тут просто тупо спрашивать. Да, здрасте, а он не будет вас одолжить? Естественно, мне никто не давал. Но мне помогла моя кума, первая, которого я крестила мальчика. Тоже уже дядька взрослый. Вот будет скоро день рождения. Надо поехать. И она мне дала... У нее было пару долларов. Представляете, пару долларов. Где-то лежало в замачке. Но поменять же их не... Ну, это была проблема. Я даже не представляла, где их менять. Ну, я что-то... А, во-первых, было уже... Банки закрыты. И мне надо было ехать утром рано. У нас был один-единственный автобус, который ехал пять часов до Киева. И утром рано я собралась ехать. Естественно, мне же мама сказала, может, не возвращаться. Все, не буду возвращаться. Мы гордые птицы. Ну, 17 лет, знаете, такой возраст. А у мамы как раз пик нервоза был. Может, климакс, может, еще что-то. Ну, в общем, не знаю. И я, короче... Что я сделала? Взяла эти доллары. И она говорит, ну, на, и поменяешь где-то так, поменяешь. Думаю, где же их поменять? А потом я вспомнила, что у нас был один-единственный ночной киоск, где там пиво такое, сигареты. И вроде там кто-то менял иногда. Доллары. Думаю, надо пойти туда. Но туда надо пойти в 12 часов. Он то ли там открывался в 12. В общем, а куда ж до этого времени пойти? Потом я вспомнила, там была такая семейная пара. Молодые, но они бухарики. Короче, я решила пойти пересидеть у них. А у них как раз праздник, бухание. Я сидела в комнате, очень хотела жрать. А у них еды нет, у них вся еда – это закуска. Зажрать закуску – это было преступлением. И они пили, пили. А я сидела в комнате, ждала же время своё. Потом они всё допили, стали просить у меня денег. Сказали, да завтра с мамой побиешься, давай. Нет, у меня нет. Я не пила, потому что, ну, во-первых, я такой человек, я не любитель вот этих всех наркоманских течений, алкоголящих течений. Хотя я иногда побухивала, ну, так, чтобы тупо сидеть, бухать там, ну, мне не особо хотелось. Иногда, конечно, было такое, что там уже под колонкой. Но если у меня не хотелось, то у меня уже всё. Потом мне говорили, она какая-то странная. Да, странная. Ну, в общем, я дождалась этих 12 часов. А даже раньше пошла, потому что они меня в мозги выносили. Давай, давай, деньги, короче. И пошла я под киоск. А как спросить? Ну, у меня же 17 лет там. Как я буду? А поменяйте мне. Ну, я же стою. А, подошла я к киоску. А там чувак на велосипеде. Он, видно, там у нас какой-то завод был или есть. В общем, он с работы ехал, наверное, ночью же ж. И он это, тусовался там, что-то разговаривал с продавцом. Ну, просто стоял, наверное, по ходу дела. А тут я стою себе в сторонке. Жду ж, пока же он свалит нафиг, чтобы я спросила за эти доллары поменять. А вот, и, короче, с ним разговорились. Разговорились. Что-то, а чего там ты тут стоишь. Ну, в общем, слово за слово. Пошли там сели. У нас магазин-галантерия был раньше. Сели на ступеньках. Короче, да, я ему всё рассказала. Вообще незнакомому. Ну, парень, наверное. Ну, мне 17, ему уже 25. Ну, так где-то. Короче. И это, говорю, да, я голодная. Он говорит, хочешь, у меня есть сало. Говорю, хочу. Он, короче, да, у меня там сало с хлебом, я поела. А потом я ему рассказываю, да, мне надо тут доллары поменять. Я не знаю, как. Он говорит, ну, давай я пойду поменяю. Пошёл, короче, поменял. Говорит, это, говорит, тебе повезло, что меня встретил. Он бы так не поменял. Ну, побоялся бы там с киоском. Мало ли, что там за это. Ну, в общем, потом он говорит, а поехали ко мне. Говорю, а не, а потом не. Говорю, мне утром надо на автобус. Так что думаю, что тут уже парень, может, даже спился. А может и нет. Ну, спасибо ему. Это как был вестник. Я всех этих людей, которые у меня встречаются, такие, которые в чём-то помогают. Ну, я их называю какими-то помощниками моего ангелохранителя. Вот сейчас смотрю фантастику, именно такое что-то и происходит. Так. Ну и, короче, шёл всё. И я потом села на автобус утром, 4 утра. Я уже не знаю, шлаж, наверное, туда всё-таки посидела там немного. А, теплее ж. Я не помню, каком. Не, я летом ехала. Летом это было тепло. Да, летом же конец школы, когда в мае. Ну, тепло было. Ну, так, нормально. Не сильно тепло. Я знаю, чтобы на мне была такая одежда, что сестре потом было стыдно за меня. Такие штаны были, как клоунские. И свитер сангорки, синий. Да, по-моему, так. Ну, я худенькая была, чё ж, не толстячка была. Нормально даже. А ей стыдно, потому что, ну, у меня сестра такая, ну, наверное, стыдилась, если что-то не соответствовало нормам. Ну, в общем, села я, приехала, и по пути, где я примерно знала, так, я вообще не представляю, как я нашла. И денег у меня было только в один конец. Вот это у меня сейчас, конечно, поражает, что денег в один конец. И я примерно знала, где сестра, мобилок не было. Представляете, мобилок не было. Ничего вообще, вот так вот, копать и ломануло. Всё, ничего меня не остановит. Я не знаю, как вообще. Ну, короче, сестра жила на Борщиковке тогда. Ну, такой райончик. В принципе, он как бы не сильно плохой, на мой взгляд. Ну, просто считается, ну, Борщиковка там, это ж типа такой отстойный район. Ну, нормальный район. Сейчас он там так расстроился, что его уже, ты его знаешь. Да, в принципе, там всё сейчас так понастраивали, что уже скоро соединят все эти вишневые бойерки из Киева. Ну, и, короче, что, приехала я, села на лавочку под подъездом, под которым я знала, что это в том подъезде, несколько подъездов, что-то перед глазом, короче. Тут ленца контактная просто, и на неё, когда я долго не моргаю, смотрю, что-то наплывает. И это, ну, с глаза. Надо протирать или проморгываться. Потому что я смотрю на себя вот так вот, чётко. И когда долго-долго смотрю, и я мало моргаю, то начинает линза загрязняться и не вижу тогда. Если линзу сниму, то всё нормально, всё чётко. Ну, короче, нашла этот подъезд, села на лавочке и ждала. А сестра на тот момент работала в фирме, которая занималась пиратским печатанием аудиокассет. И, короче, она жила в офисе прям. Одна комната была закрыта, и в ней постоянно работал человек, который печатал пиратские копии кассет. Делали обложки там, ну, как-то вырезали. Ну, в общем, это была не подпольная, и сестра там жила, потому что как-то за аренду что-то там копейки брали. Я... И, короче, я же к ней приехала. Ну, и шо, приехала. А квартира была такая с тараканами. Такая с тараканами. Прямо тараканий рай. Сестра, шо, потравит их, и утром, вечером потравит, утром целый совок, вот этот тараканов дохлых, заметая. Такой дикий ужас. И такое было какое-то проголодное время как раз. Ну, вот это вот. Что прям, я не знаю, ну, реально. Ну, на следующий день, я знаю, что мы поехали куда-то гулять. У него там парень был. Он на машине, короче, мы поехали. Я была как третий лишний хвост. Ну, куда ж меня денешь? Знаю, что он тогда купил копченые окорочка. Какая-то для меня была такая снятина. Вообще, какого они видели. Вообще, короче. Как вот он, ну, шоу. Как оно было, так и есть. Люди, ну, мы были как из села. Так оно и было. Ну, а потом уже сестра позвонила маме и сказала, что я... У неё мама со злом сказала, что мне это пофиг. У неё. Ну, то есть, такой у нас характер у всех. Ну, я думаю, у меня не такой прям обычный. Ну, мамы, да, обычный. Она так, конечно, сильно тронула. Тронулась, сильно тронулась из-за такого... Ну, её можно понять, потому что тяжело, наверное, было. Ну, и просто работа у неё такая. Да, так у неё всё сложилось. Это ж такое. Я сейчас уже, ну, стараюсь больше понимать, анализировать. Собственно, на чём я пошла учиться? На психолога, чтобы понимать себя и вообще всех. Ну, не знаю. Хотя я сильно там не училась, я не могу сказать, что я там прямо такая была... как, не знаю, не грызла я науку особо. То, что мне интересно, я туда углублялась. Философия мне всегда была 5. Всегда 5. Потому что я могу с трекором она говорить. С трекором. А у некоторых философия вообще... Мне дай тему, что-то, и скажи. И начну говорить своё мнение, мнение, и всё. И меня всегда... Я так удивлялась, что у меня было 5. Ну, а если что-то такое, то я всё... Вообще все контрольные я заказывала у девочки, у одной отличницы. И было ей так обидно, когда она мне приносила перед парой за 5 минут, давала все контрольные. Ну, за деньги платила я. По 100-150 гривен. И я... Надо было контрольную ещё и защитить, не просто. И я вот так вот взяла, пролистала, вот так вот быстро. Ухватила что-то, выписала на руку там или на бумажку. И потом у меня спрашивают, я там... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но у нас не было точного там такого химии или что-то ещё. И мне 5. А ей типа... Она... Давай запинаться своё что-то рассказывает. Ну, в общем, а ей там 4. Она очень злилась. как можно я тебе писала я перед контролем я просто пролистала у меня ничего не оставалось мне надо было ее как-то защищать и я тоже, конечно, поражалась какой-то удачливости на тот момент ну, в общем, это я уже про обучение хотя учиться я пошла только в 26 лет а уехала после школы но потом я возвращалась потом я возвращалась в общем, уехала я работать работала сначала точно на кассетах потом у меня воровали целыми этими малолетки местные видели, что лакушка села зубы так заговаривали эти пацаны ну, в общем, не сложилось потом я перешла на другую работу подсолнечное масло продавать знаю на развив так я теперь знаю много про то, как его продают бидоны эти греют, чтобы оно было прозрачное иначе оно мутное, некрасивое это тоже отдельная история я уже ее рассказывала где-то там, но я расскажу там интересно именно буду, может завтра, если будет энергия расскажу о работе, о каждой подробно хотя уж я где-то рассказывала но оно все, как я говорила вчера, теряется и, короче, что такого еще было а с подружкой там снюхалась, так сказать, такая местная была подружка которая там, мы с ней бегали, она разводила парней ну, типа, покупает пакет еды и там всего, короче, а потом и убивает ну, она умела разводить и они, такая тихая, скромная, она, конечно, разводила ну, где-то найдет или пьяного и напоит а потом все, он купит ей целый пакет еды но главная проблема была, хотелось кушать вкусно и вообще просто кушать и мы убегаем, говорит, иди туда за угол, сейчас я это потом она выбегает, и мы бежим, все, и едем к ней, и это, все, и едим и хохочем ну, короче а то просто гуляли по району и, короче, хохотали, что-то какие-то парни говорят, да, вы обкурены ну, она такая борьба, она, если что, в драку лезла, неважно с кем ну, и, короче, там, давай, как запомнилось просто я просто как в сторонке, вечно типа, давай, типа, что, если веса так сразу обкурены ну, мы никогда, лично я, не знаю, может, там, она, где-то там ну, я никогда не курила ни травы эти, ни всякие эти гадости хотя, возможностей там было миллион, наверное стать кем-то, опуститься ниже плинтуса и испробовать эту всю гадость ну, бухать, конечно, да, бухали но, когда в Киеве работал, то бухать даже там особо некогда было вот так вот так, что и было много всего и такое, все, я же говорю, что так вспоминаешь, будто это где-то с кем-то было я по телевизору смотрю серьезно, я как-то, не знаю, так все быстро все закрутилось, закрутилось так, опа тут было детство ну, такое, что до 10 лет мама была очень добрая и веселая и всегда на хорошем настроении а потом вот началось все такое ну, она просто была одинокая и она не умеет ладить с мужиками как и я не умею ладить я не могу, когда несправедливо когда меня пытаются к чему-то как говорится, нагнуть образно когда несправедливо когда меня обманывают я такого не могу терпеть поэтому мне сложно кого-либо найти потому что в основном семейная жизнь я смотрю на своих, кстати, знакомых так в семейной жизни вечно кто-то, ну по большому счастью жены что-то терпят а я не хочу это терпеть мама моя тоже так, наверное, не хотела поэтому поживет поживет бухает, бухает там мужик был я про отчима тоже расскажу был отчим в принципе хороший дядька хорошо ко мне относился я его так дядьком называла потому что я как-то мне неудобно было папа но он очень хорошо сестра к нему меньше потому что она ну старшая уже была а я малая мишу папа и папа и хорошо есть кто-то ну, как говорится бухать любитель водка все портит и был момент, что он закрывался и по три дня не вылазил с там ну, летняя кухня которую он и построил по три дня оттуда не вылазил мама уже переживала думает, может там сдох потом вылазил оттуда ну, в общем просто запой вот так вот а когда не пила и первое время был вообще прекрасный человек замечательный вообще и рукастый как говорится и вообще ну вот так вот поэтому надо как-то искать подходящего но я не думаю что я такая как мама полностью ну что вообще не могу мириться с мужскими недостатками потом ну идеальных же нету естественно но я я не хочу чтобы я была там чтобы меня унижали или меня обижали или меня недостаточно любили короче тут такие запросы ого как у какой-то царицы люблю ну не то что ну просто я не могу терпеть когда я же говорю когда меня обманывают когда меня обижают когда меня унижают когда меня будут ставить ниже себя там мне вот хочется такого мужчину как папу ну не знаю такого доброго заботливого пускай будет немножко озабочено вообще я хотела создать желание сегодня целый день думала какого же мужчину хочу надо же конкретизировать и думаю опускай ангел-хранитель сам предоставь мне того который мне подходит больше всего потому что если я нарисую образ то это будет сложно он может мне не подходить ну вот пускай найдется ну если есть такой если такой существует на свете потому что ну сложно что-то себе придумать чтобы оно меня ненавидило поэтому и я оставлю это моему ангелу-хранителю пускай он и ищет раз связан со мной хитрая да ну все на этом буду заканчивать видео потому что в одну точку смотреть так у меня начинает все подплывать ну и еще так немножко рассказываю я швануюсь и оно так ну нервничаю немножко затуманивается видите я сегодня сливаюсь с дивана это я полностью оголила диван и короче отлично так вписываясь мы вообще как единое целое с ним вот так вот такая сегодня у меня история ну завтра может что-то еще придумать если придет на ум если не придет то не придумай так что все если что интересует спрашивайте что не интересует не спрашивайте в общем всем пока до встречи в Америке шутка это так блог толстяка шутит а кстати я еще не вспомнила сегодня только вспомнила что я еще смотрю наш нет деревня в семье семья в деревне я смотрю еще блогеров там двое мальчиков муж и жена они такие работяги работяги там коровы хозяйство огороды они в россии живут и они вот это показывают все как они ничего не придумывает мужчина такой хороший прохороший такой работящий именно такой фанат работы и вот вижу что вот так он не будет гулять вот стопудово вот я это вам хотела сказать что но при обстоятельствах если бы он выпил немного может быть но видно что такой добрый хороший именно простой и работящий парень и жена тоже ему подстать они очень подходят друг другу очень такие похожие одинаковые и увлечены одним и тем же делом хозяйством сельским вот это их смотрю еще такая приятная во всех отношениях пара и детки два мальчика вот это они там таскаются эти дети с тракторами с коровами с сеном с гусятами с утятами они дом купили где-то в россии там недавно переехали туда было интересно наблюдать как это все происходило еще смотрю евгений луцкий парень с белоруссии они с женой уехали в америку она была беременна на тот момент я старшая девочка и была беременна она родила в америке пожила немного в белоруссии сейчас вернулась его иногда тоже смотрю он такой интересный веселый он там подрабатывает ищет какую-то поприличную работу он работал в налоговой в белоруссии ну тоже интересно они вегетарианцы у них не сильно часто бывают видео иногда бывает и чаще в инстаграме конечно ну у них там жизнь вообще у многих блогеров смотрю в инстаграме чаще кстати у меня тоже в инстаграме много интересного так что подписывайтесь ссылку постараюсь оставить не забыть и там у меня есть такая игра сегодня я увидела одной девочки вы можете поучаствовать значит смысл в том что вы пишите под всем постом там нарисована книга развернута и странички такие вроде отрываются и улетают и смысл в том что вы ставите если хотите поучаствовать ставите в комментариях ин английскими и я вам тогда присылаю условия суть в том что вы отправляете книгу любую вашу любимую ну купленную естественно не старую потрёпанную ну я в принципе не против что если вы будете отправлять не сильно потрёпанную отправляете книгу одну человеку адрес которой я вам скажу а потом вам отправляют ещё люди ну в общем условия все если вы напишите мне там в директ я вам пришлю условия если захотите поучаствовать но суть в том что со всего мира вам могут прислать книги много людей вот такой конкурс не конкурс игра наверное мне такое заинтересовало я буду идти в книжный магазин покупать книгу там отправлять человеку так что вот такие у нас там дела все на этом всем спасибо кто смотрел и до скорой встречи в прямом эфире прямом эфире до скорой встречи короче в ютубе все сказала до скорой встречи до скорой встречи